здравствуйте всем приветик это я оля из греции и вы на моем канале flower therapy цветочная терапия сегодня речь пойдет о как я чищу очищаю кактусы суккуленты от грязи налета от воды или же от разных препаратов которые мы опрыскиваем от чего угодно от паутин от волосиков от наших зверюшек как это все чищу поступил вопрос я решила что достойно будет сделать отдельное видео и показать как я это делаю может многие знают а может кто-то вообще не догадывается как это можно сделать я хочу вам это показать надеюсь вам будет полезно и интересно смотрите и вот я принесла разные кактусы суккуленты что показать на них пример ну наверное начнем с самого легкого давайте вам покажу что у меня есть какие у меня скажем есть приборы ну вот такая вот кисточка видите осталось у нас как его с покраски дома я ее использую есть вот такая вот кисточка она с длинной ручки у него очень мягкие вот эти волосики и вот тут мягкие с длинной ручки чтобы могла пролезть куда хотела есть и маленькая кисточка такая вот совсем малышка тоже она мягкая очень очень мягкая но это совсем маленькая лучше побольше и есть вот такая вот зубная щетка зубные щетки когда мы меняем не выкидывайте они нам пригождаются в разном 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 я их использую везде ну для кухни конечно для посуды если надо я покупаю новую все остальное можно в общем я вам еще могу дать примеры где можно использовать зубную щетку старую так и вот такие вот ну как их называют ух очистки их называю да вот такие вот водичку и молоко свежее молоко так ну вот смотрите кактусы я принесла разные да вот этой форме я такая вот колючая мелкая на ней обычно грязи нету ну на ней есть паутинки сейчас я постараюсь приблизить показать на ней есть паутинки из нас это сейчас камера будет показать кажется видно и волосики от зак а когда дует ветер в общем его волосы разлетаются он же чешется бегает вот они видите вот как хорошо видно периодически я это чищу потому что если оставлю этот кактус будет полный покрыт паутиной и волосами дзака он он станет как он так у этого проблемы с волосиками нет но если со временем у него скажем вот тут верхушка до причесочка у него такая свежие волосики видите какие они такие начесанные такие красивые а вот эти которые пониже они уже поникли такие какие-то не расчесанные страшненькие может попала и водичка хотя их не стоит мыть потому что все волосики очень слипнутся и будет ужасное зрелище вот вот такой вот у меня длинноколючий с которым так подумать очень трудно с ним вроде до возиться вот я специально принесла так это у нас стациония давай буду говорить и название агаву принесла вот как раз таки она у меня грязно тут грязь попала в общем ее и вообще надо и обрезать и старые листики но пока не буду обрезать я почищу и вот паутинка там листики вон залить или не знаю внутри видно вот тоже покажу как я это делаю принесла вот такой вот я суккулент это у нас как тебя как тебя так сейчас не в голову не придет к теле дончика теле дончика теле дончик он дула то вот видите на нем и волосики у него есть налет серый на листьях с ним надо очень аккуратно сейчас я вам покажу как я это буду делать так вот тут такая вот у меня такой фиро кактус на нем от следы от воды от опрыскивания видите вот такие вот белые пятна вот сейчас я вам все покажу как я это делаю и вот такая вот скажем не колючая не колючий кактус и астрофитум но тоже с ним надо аккуратненько он пыльный вот наверное начну я все что делается сперва легко а потом покажу ну полегче полегче ну во первых скажем когда колючки длинные надо аккуратно конечно же надо какую-то кисточку или эту или же вот эту любой кисточкой какой вам удобно раз-два и уходят наши как сказать паутинки волосики вот ой извиняюсь одной рукой снимаю другой делаю ну ничего вот так же можно чистить и его ребра между ребрами видите вот так вот просто пыль убирать если она есть знаете у меня кактусы все живут на улицу но они я не могу сказать что они мне мараются только если как-то стоит где-то где есть земля и когда идет дождь и попадает на землю и от земли уходят брызги скажем попадают на кактус вот тогда только могут остаться как сказать различные пятна это я когда шлангом мою я это все смываю периодически я беру шланг и беру вот этот вот пистолет и этой пшикалкой я его я их промываю не каждый по отдельности вот так все вместе быстро-быстро все легко уходит сильно с ними не тюлюлю каюсь потому что растения все-таки уличные если бы они были домашние может быть я даже и как сказать ну делала больше и если было меньше количество вот когда было мало кактусов я конечно ну тюлюлюкалась как говорят вот практически вот тут ничего вот нету чистый все хорошо давайте следующий так вот этот вот этого у нас паутинки вот тут вот паутинки и волосики тоже я беру вот так же просто надо придерживать 2 рукой конечно же он такой мягенький тоже вот так вот кисточкой аккуратненько пролазию вот так и и выворачиваю чтоб они еще наматывались на нее вот эти вот паутинки скажем и потихоньку убираю вот они вот тут на кисточке убираем эти паутинки из кисточки и продолжаем потому что если будут оставаться мы их опять будем туда цеплять ну понятно так я сейчас говорю как будто я говорю учу детей пятилетних ну ну не знаю как-то стараюсь донести до вас как-то чтобы было все понятно вот вот так вот аккуратненько я недавно когда когда последний раз показывала этот обзор своей коллекции форби я вот так все все форби чистила вот этой кисточкой вот и получилось бывают такие длинненькие волосики дзека которые можно просто рукой вытянуть если может в помощь прийти пинцет пинцет я не нашла где-то он у меня затерялся пинцет у меня специальный вот такой уличный с форби конечно надо аккуратно потому что заденешь колючка чуть-чуть это царапнешь там хотя вот этот не царапает но чуть-чуть заденешь его там уже молочко так что надо аккуратненько очень аккуратненько с такими и вообще в общем оберегать вот такие растения которые сильно нежные сильно колюченькие и если на них попадает много разного скажем как волосики от собаки вот моей примерно или у вас кошка конечно подальше чтобы они не не кусали не царапались не ничего не делали и чтоб не попадали и волосики из и растений защищайте и зверюшек ваших защищайте потому что все таки этот токсичный сок у него вот вот так вот я его чищу больше ничего сейчас вот мало всего что показать больше ничего я не делаю вот так вот ну переходим к следующему опять вот этой же кисточкой как можно почистить вот такой вот вот тут у меня опять волосики видите да паутина вот она вот она вот так вот аккуратненько аккуратненько это все надо делать не торопясь когда есть время когда у вас есть настроение просто сидите что-то смотрите что-то слушайте не знаю и аккуратненько аккуратненько чистите вот смотрите сейчас я вам покажу него видите какой налет белый надо очень-очень аккуратно вот так вот я провела смотрите и сняла чуточку налет видно так я не знаю как фокус работает кажется видно видите надо очень и очень аккуратно так слегка слегка чтобы не уходил вот этот налет потому что вся красота в растении в этом налете и она для чего-то существует этот налет честно говоря даже не задумывалась для чего какая-то защита может все таки растению ну в общем не не убить не смывать не убирать вот эту вот красоту так есть какие-то листики нижние на которые вот такие вот уже пятна от воды вот так вот чуточку можно сделать в принципе это старые листики постепенно они тоже как сказать будут отмирать отпадать и уйдет вот это все ну от старых листьев не избежать не избежать вот это вот все-таки налет уйдет если вы вам так не нравятся вот эти вот капельки налет все-таки уйдет много налету уйдет ну и почистите мокрой не советую потому что еще больше уйдет налет на сухую можно это сделать такой тряпочкой какой-нибудь сухой тряпочкой салфеточкой но опять же очень очень аккуратно потому что вот налет уходит видите да вот вот так чуточку можно но сильно не надо увлекаться все-таки растение потерять свою красоту а вот когда есть такие растения лучше их в общем опять же оберегать ставить такие места если у вас на улице если не на подоконнике в принципе проблемы нету ну когда опрыскиваете скажем соседние растения его можете убрать сторону чтоб лишний раз не попадали брызги еще есть люди которые любят опрыскивать все растения подряд скажем экзотические разные и суккуленты и кактусы это не обязательно делать это можно делать но не обязательно они не нуждаются в опрыскивание только если вы их выводите потихоньку зимней зимовки и вы хотите их приучить к воде вы начинаете с опрыскивания чуточку увлажнять земельку сверху потом потихоньку потихоньку поливы я лично не опрыскиваю растения никогда только мою их потому что они как я вам сказала со шлангом потому что они у меня на улице все-таки пыль разная африканская вот это вот пыль красная тоже к нам прилетает периодически и из-за этого я это делаю так в принципе они не мараются ничего но если конечно появится какая-то болезнь и вам надо будет опрыскать каким-то препаратом конечно делайте но потом этот препарат все-таки оставит пятна которые или вы будете выводить или живых оставите если вы их выведите значит уйдет на лед если вы их оставите они останутся но останется и на лед вот такое тоже бывает мы все уже растение такое страшное но можете всегда переукоренить взять листики сделать новое растение и избавиться от старого если уже так ужасно выглядит вот так ну теперь смотрите вот этот вот колючий до колючий у нас колючая агава так давайте сюда на солнышко поближе вот так закули ты пришел на хороший смотришь как я делаю да аккуратненько тут колючки на понюхать понюхай ну вот у нас тут листики вот так вот я пробираюсь аккуратненько ой опять задела камеру и не вот так вот потихоньку я убираю листики которые с дерева лет летят везде на все растения у них очень длинные видите у этой кисточки очень длинные вот эти вот волосики но не очень очень мягкие не обращайте внимание что на ржавая она на улице у меня находится у нас всегда влажность вот самое главное чтоб свое дело дело правильное вот так вот аккуратненько пролазит видеть она тоненькая с ней очищу свои агавы вот так вот тоже алло и агавы большими виду которую меня в саду ну вот так вот в общем очищаю можно помочь какой-то палочка если не хотите кисточкой в общем кисточка очень хорошо справляется если много-много с первым можно палочкой потом что остатки можно кисточкой может что-то не уйти в общем надо пинцетом пролезть но пинцет должен быть такой с длинной ручкой вот как типа врачей который такого у меня нету к сожалению я хочу такой даже и не знают куда его приобрести а вот ну убрали мы мусор так теперь что у нас остается грязь остается грязь скоро вам покажу как я ее уберу пока мне нужно сухая не мокрая щеточка кисточка вот она кисточка чистенькая мягкой макико мягкенькая наконец-то выговорила и вот этой вот кисточкой я аккуратно 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 вытряхаю пыль видите пыль пылинки вот эта африканская пыль была просто пыль дует ветра у нас вот так вот аккуратненько аккуратненько все почистили видите все легко и просто аккуратненько не повредить там точку роста внутри вот эти вот скажем ее видите волосик застрял рукой все вытряхнули и готово растение чистые ну все все что должно было сделать сухим я сделала теперь все что надо делать мокрой скажем вот так уходи приходи а нет давайте продолжим вот с этой же кисточкой у меня есть вот тут водичка так я набрала водичку вот макаю кисточку и моем идите вот так вот можно это сделать тряпочкой но тряпочка будет цепляться за колючки будет рваться тряпочка вам будет неудобно вот тряпочка может тут помочь вот тут если остается вот так вот чуть-чуть водичка просто ее макнуть чтобы она впитала впитала вот эту остальную водичку также можно сделать вот таким вот ну поняли да вот это шик-пшик я ее называю шик-пшик тоже честь сет но может оставаться где-то все таки вы такие растения которые видите они она не уходит ни туда ни сюда вода значит надо чуть-чуть нагнуть оставить чтобы вода стекла все или же вот так приподнять чтоб она протекла туда вовнутрь смотрите смотрите помощники помощники смотрите вокруг меня мамочку работать-то оставить и уйди уйди тут пока лу поколишься дурочка поколишься вот если побольше грязи значит раз 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 по трем она уходит ну что ты помогаешь мне на понюхай понюхай ну посмотрите что они мне делают вот так вот этот листик конечно же уже старый его в общем и не стоило но я показала на старом листике вот так вот вот так вот отмываю конечно с напором шланга с этим пистолетом все это отмывается если побольше грязи застряла вот так вот чуточку и все если у вас есть как сказать время и настроение вы любите чистоту их все хотите чтобы было так идеально или вам надо сфотографировать не знаю или на выставку отнести или не знака кто-то придет в гости хотите похвастаться красивыми растениями чистыми ну вот поухаживайте покажите какие они у вас чистые для фотографии конечно в инстаграм скажем или для показов ютюбе да тоже надо чистить я конечно это делаю так чуточку не совсем увлекаюсь потому что ну растений много невозможно так следующее давайте вот к этому точно так же водичкой берем и промываем вот эти вот ребра вот так вот не знаю если хорошо видно тут такое ослепительное солнце я всегда не вижу что делаю а потом в общем когда монтирую понятно что все было хорошо видно вот так вот между ребрами аккуратненько не повредив колючки вот так вот кисточкой промываем если не не отошел вот этот вот налет вот эти вот пятнышки белые да не ушло потому что скорее всего они не уходят потому что у вас вода как сказать такая вода которая оставляет как вот у нас как и называют эту воду я не знаю склеронный рот тут его называют твердая вода в общем прямой перевод в общем в воде очень много как сказать солей и везде остаются вот эти вот от соли вот этот налет всегда что приходится растение чистить тряпочками также и домашние растения и орхидеи часто опрыскиваю тоже их надо чистить вот какие-то тропические скажем но монстера там ну вот такие у кого кого покрупнее листья в общем можно чистить все я это делаю потому что все таки некрасиво так если это не смоется водой просто чистой чистой водой и кисточкой есть другой способ берем емкость берем молочко сейчас кошка подумает что молочко для нее и придет боюсь смотрите просто свежее молоко можно взять свежее можно уже даже если она просроченная ничего не будет берем берем вот эти вот ухачистки мы их тут называем макаем в молочко чуточку видим и вот эти вот ребра начинаем протирать вот этим молочком тем я много макнула но ничего протираем вот эти вот ребра молочком поверхность в общем листа поверхность тела кактуса протираем молочко помогает удалять вот эти вот пятна все что остается у нас от налета скажем от воды или же вот эти вот капли от обработок различных вот я это все я это это проверенный метод может это многие даже знают я это узнала от орхидистки какая-то архиар какой-то канал в общем с орхидеями показывали как чаще щадли с орхидеи от налета вот этих пятен и я сделала и с первого раза все вышло представляете у меня такие чистые блестящие листья и конечно это можно использовать и на других растениях вот так вот вот так вот аккуратненько да это надо время да сейчас может кто-то сказать да нафиг мне это все делать о и столько времени забирать но не хотите не делайте этот показ для тех кто хочет кто хочет очистить свои растения чтобы они были чистенькие и знаете это не надо делать часто вот этот налет все таки с первого раза так сильно не остается это надо много раз опрыскивать много раз в общем много времени понадобится чтоб вот тут смотрите вот тут где я сделала водой смотрите сейчас я вам покажу так солнышко солнышко видно не знаю сейчас видно вот тут где я сделала водой так ладно вот высохло и и по видно что не ушел на лед значит продолжаем молочком можете сразу сделать молочком если не хотите двойную работу делать или попробуйте сперва как я вот показала водичкой а потом вот уже молочком и вот так вот аккуратненько не повредив колючки защищая свои руки я в перчатках но все равно можно поколоться аккуратненько аккуратненько это делать и и кактус будет чистенький будет блестеть вот тут где я сделала уже чистенько смотрите вот это вот вот это ребро вот тут между ребра я сделала она чистая чистая в общем сейчас я вот тут тоже почищу пока займусь другим кактусом и посмотрим этот подсохнет и мы посмотрим что прошло если конечно старые вот эти вот уже давнишние скажем с магазина много опрыскивали этот налет уже как сказать очень его много такой белый густой как сказать значит надо еще раз попробовать один раз сделать второй раз ну со второго синий идет уже третий а потом уже не в ваших руках что-то изменить я думаю все что вы могли сделать сделали вот так вот так что еще что еще эти я все показала также вот так же с молочком из вот с такой вот штучкой можно делать конечно же и большие кактусы но аккуратно конечно тоже если у них ребра вот так вот вот тут вот между значит вот это вот грязь на лед делайте молочком если просто грязь пыль делайте просто водой а вот так ну все молоко уходит в сторону и давайте видите задела уронила ну ничего такое бывает такое бывает тут еще зверюшки вокруг меня бегают мешают не кошка прям вообще прыгала между так не обращаем внимание на то что высыпалась вот такая вот волосатая красота смотрите какая красавица красавица или красавица но это она бабушка волосики такие седые да ну вот видите верхушки как я сказала свежие такие с начесом да а низ уже видите вот такие вот невзрачные видите да я беру зубочистку она не с мягкими и как его а такие знаете не не твердые не мягкие а средний такой вот твердости вот эти вот скажем волосики у нее и вот так вот аккуратненько смотрите смотрите чуточку я его расчесываю сейчас может кто-то будет смеяться скажет оля ты расчесываешь свои кактусы да у меня были несколько волосатых и я всегда расчесывал а додумалась сама совершенно сама сделать это зубной щеткой не знаю и где не видела я что кто-то делал самой дошло и сделала но я это не делаю когда у меня нету времени вот так вот бывало мы сидели на балконе с мужем там может пили чай там или кофе беседовали и пока я сижу и ничего не делаю думаю дай-ка возьму и сделаю но не занимает отдельное время у меня и заодно пока болтаем скажем что-то обсуждаем я заодно и расчесываю да конечно волосиков могут волосики оторвутся конечно же смотрите смотрите вот видите видите что тут происходит она теперь пьет это молочко это не для тебя ладно пусть пьет и вот так вот аккуратненько расчесываю до оборвутся волосики как я говорила все-таки чуточку так же можно взять им скажем расчесочку такую детскую маленькую кого мелкие такие зубчики тоже можно попробовать но я всегда делала вот этой зубочисткой потому что у нее длинная ручка ой зубочисткой да зубы нет зуба щеткой зубной щеткой вот и вот так вот я расчесывала верхушки я не трогаю вот расчесывайте вот вот как вот они идут сверху вниз да но если хотите сделать начес конечно уже ему прическу можно всегда начесать видите и приподнять это вы уже не будете не только вы почистите кактус вы уже и парикмахер уже сделайте ему прическу но вот и и вот так вот видите видите все они вот так вот паникли уже такие вот некрасивые ряды какие-то получаются отделяются чтобы был пышненький как ваточка вот так вот раз 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 заодно уходит пыль я не знаю если это видно потому что пыль все-таки садится на на вот эти волосики и они знаете серии вот тут вот верхушки белые белые а вот тут вот где ниже все-таки с сероватые от грязи вот было такое что сильно у меня стал вниз серый я сперва как сказать сперва взяла вот такую штучку скажем вот так вот помыла вниз много-много-много вот так чтоб вся вся грязь спустилась ушла вниз стекла а потом когда подсохли волосики я их расчесала и так они очистили стали чуть-чуть светлее так тоже я сделала вот ну конечно если у вас много большая коллекция много кактусов это не стоит делать только же я говорю там для фотографии там ну не знаю для для показа для выставки там ну вот только для такого что-то а так не стоит и вот так вот вот так вот я ухаживаю за своими растениями но это я делаю конечно очень очень редко так попадают разные мусоринке тоже их можно вот так аккуратненько раз раз и все мне кажется растениям даже от этого приятно не чувствует заботу они чувствуют как сказать вот как вот когда нам вот делают массаж да или нас по эрикмахерской нас нам моют волос расчесывая дай вас массируют волос да ну голову вместе с волосами как нам приятно я думаю наверное растениям все таки также приятно как и нам не знаю если вы согласны ну я вот у меня такое ощущение видите вот это вот все все вот уже вот такое вот не очень волосики ну не расчесывайся не расчесывайся время нету да у тебя расчесываться мы тебя расчешем им же тоже стоит один раз скажем чтобы за ними поухаживали кто-то сами-то не могут ну вот мы поухаживаем если их сильно любим вот так чуточку не надо много потому что все-таки волосики видите да отрываются чуточку я очень аккуратно краешком вот так вот делаю может даже взять какую-то тоненькую палочку вот скажем вот этот край кисточки палочкой вот так вот их чуть-чуть разделить между собой тоненькой или зубочисткой если нет у вас не знаю зуба щетки или еще там не знаю что можно вот так вот просто их чуть-чуть отделить ну что тебе надо ты хочешь чтоб я тебя тоже делала на на вот так вот она еще любопытнее чем моя собачка ну все 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 оставь меня делать свое дело смотрите смотрите все кажется я все показала давайте посмотрим вот тут ах но он упал и замарался нет вот это место не замарала сейчас вот тут где прошла видите прошлась вот тут вот это ребро вот это ребро видите намного чище вот там где я не сделала вот в этом месте я еще не делала смотрите еще на лед белый есть вот тут где я делала вот вот эту вот эти вот и вот эту вот часть вот тут намного чище вот вот таким способом можете чистить любые кактусы конечно если они очень очень много колючек и не может пролезть никакой никакая палочка вовнутрь но не стоит просто не стоит если вот такое вот расстояние как-то что-то пролазит стоит почистить а так я думаю не стоит все таки пусть остается как есть ничего не забыла вроде нет вроде все показала смотрите вот так вот вот так ну на этом наверное конец если что-то я забыла извиняюсь может и не не пришло мне в голову ну вот давайте вот тут у меня вот такой есть еще как у меня сейчас тут стоит на на пересадку вот видите он у него очень очень густые колючки я не знаю вообще если стоит так где-то забрала и кошка забрала да и намочила ладно ну нет не получится в общем если вот такой вот скажем меленькая и внутри видите что что-то есть но можно мелкой кисточкой вот так вот чуточку чуточку пылинки или его тоже вот 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 такой вот сколько уйдет но не идет не уйдет а уйдет так уйдет я не думаю не стоит возиться с такими малышами это уже такая кропотливая работа считается такое терпение надо иметь и вот так вот между между да вот так вот пролазить и чистить ну не знаю как хотите в общем способы я вам показала которые знаю я может и у вас еще есть какие-то в общем предложения по этому поводу пишите и надеюсь что то из этого для вас было полезно ну точно одной женщине кто мне это попросила будь для нее это будет полезно а если будет больше еще лучше больше людям имею ввиду ну все давайте агава красавица как тебя там котеледон стациония в общем ях цириусы все называю это у нас тоже в общем какой-то цириус это у нас эфорбия так а аэ ругеноса аэ ругеноса красавица вот такая вот ферро кактус но то кактус мера на на маленький красивенький удаленький цветут и астрофитум без колючек кто не любит колючки не любит колодца покупайте кактусы без колючек они тоже есть все показала рассказала всем большое спасибо за внимание жду комментарии ваши лайки всем всего хорошего до свидания